Всем здравствуйте! Меня зовут Евгений Бондарь и это программа «Лучшая в Краснодаре». Программа, которая улучшает самочувствие и поднимает настроение, потому что в ней всегда есть интересные сюжеты, в ней всегда есть интересные гости. Именно поэтому мы начинаем. Поехали! Малоэтажное строительство обладает рядом преимуществ, о которых вы, как покупатель, просто обязаны узнать. Например, срок строительства такого дома не более года, а до сдачи вот этого всего три месяца. Осталось только накрыть крышу, установить стеклопакеты, застеклить балконы и завершить внутреннюю отделку. То есть, даже если вы вкладываете деньги на ранних этапах, вам не придется долго ждать. Строительство ведется быстрыми темпами с учетом всех современных стандартов. Каждый дом обладает индивидуальной котельной. Это станет дополнительным плюсом. Вы сможете значительно экономить на отоплении, определяя самостоятельно, когда начинать, а когда заканчивать отопительный сезон. В новом микрорайоне будет 240 парковочных мест, что позволит решить еще одну важнейшую задачу. А благоустроенные спортивные и детские игровые площадки во дворах позволят вашим детям проводить время на свежем воздухе под вашим присмотром. Еще один важный аргумент при покупке жилья – сотрудничество строительной компании с надежным банком. Тем более, когда существует возможность оформления ипотеки под льготные проценты. Жилой комплекс «Добрый» – это 11 трехэтажных домов, закрытая территория с собственной инфраструктурой, парковочные места, детские и спортивные площадки. Ипотека с господдержкой от Банка Москвы. Телефон 8 800 250 90 79. Друзья мои, в гостях у нас сегодня необычный гость. Необычный, потому что это Антон Кириченко. Лидер, вокалист, гитарист группы «Ванила Джем». Группу «Ванила Джем» все вы прекрасно знаете. Антон, привет. Привет. И первый вопрос тебе сразу, сходу. Сколько лет вашей группе? 12. 12 лет. Антон, сколько лет тебе? 34. Так, сейчас посчитаем. И как вы собрались? Длинная история. Собрались еще в школе, еще когда не было группы «Ванила Джем». Была группа «ФМ». Мы из дальнего провинциального городка Кропоткин. Все вы? Большая часть коллектива, да. Там мы собрались, оттуда мы приехали в Краснодар, выступали в разных клубах. Нас приютил клуб «Джаз-приют». Такое джазовое было, такое красивое местечко, там выступали разные джазовые артисты, художники, там такая богема краснодарская. Ну, оттуда можно считать начало нашего творческого пути. Потом, когда состав весь до конца уже дособрался, мы решили переименоваться в что-нибудь такое более звучащее. И назывались группой «Ванила Джем», и с тех пор вот примерно в одном и том же составе мы выступаем. То есть 12 лет именно группе «Ванила Джем» или вместе с «ФМ»? Нет, только «Ванила Джем». Только «Ванила Джем». Сколько вас? Пять человек. Пять человек? Ну, вдруг, мало ли, кто-то не досчитается. Пока было пять. Пока было. Не собираетесь никого выгонять и добирать в ближайшее время. Да мы как-то уже природнились уже, да, кстати, годы. Антон, я предлагаю посмотреть сейчас наш первый сюжет, а потом продолжим. Давай. Поехали. Ваша квартира срочно нуждается в новой кухне? Теперь вы можете собрать отличную кухню своими руками. При этом вы получите высокое качество, но и сэкономите деньги. Для этого используйте кухонные модули. Это просто как детский конструктор. Вам предлагается широкий ассортимент модулей в пяти цветах. Останется только выбрать нужный. Затем решите, какая столешница подойдет именно вам. Это может быть влагостойкая столешница, облицованная пластиком или из акрилового камня. Следующий этап – выбор фасада. Здесь вариантов масса. Крашеная, шпанированная, либо из пластика. А можно и на итальянский из массива замахнуться. Тем более, что выбор цвета и моделей огромен. Выбрали? Ну что ж, вам останется только купить необходимую фурнитуру и комплектующие. И все это можно найти в одном магазине, так что вы не потратите лишних сил и времени. Продавцы-консультанты помогут вам разобраться в деталях во время покупки, и ваша кухня станет именно такой, о которой вы мечтали. Тем более, что магазин работает без выходных. Компания «Юмаком» предлагает новинку – кухонные модули. Собери свою идеальную кухню. Модули, фасады, столешницы и фурнитура – все здесь. Качественно, удобно, недорого. «Юмаком» – 8 961 503 30 15. В гостях сегодня Антон Кириченко, группа «Ванила джем». Антон, ну что-нибудь исполненном из творчества? Группы «Лэд Зеппелин». Конечно, именно об этом я хотел тебя попросить. «Ванила джем». Песня «Плачь и беги» посвящается всем женщинам. Песня «Поплачь и беги» Песня «Поплачь и люби без него, он недостойен тебя. Песня «Поплачь и люби без него, он недостойен тебя. Поплачь и беги от него А все остальное будет в песне Друзья, мы продолжаем разговор с Антоном Кириченко, лидером группы Ванила Джем Антон, скажи, пожалуйста, какой бы ты совет мог дать начинающим музыкантам Ну, какой-нибудь молоденькой группе Пацаны в школе собрались, купили себе гитары, барабаны Ну, это уже прям много денег, ребята Знаю таких, сейчас, кстати говоря, с такими и сотрудничаю, работаю Группа Блэк Ярд, а, Бэк Ярд, извините, да, Бэк Ярд Просто до этого была группа Блэк Джек Да, тоже молодые музыканты Я их стараюсь продюсировать, подсказывать Одна та же ситуация у всех Небольшая неуверенность и заблуждение о том, что мы супер Я тоже так раньше думал, пока был молодым музыкантом Но могу сказать одно, надо развиваться, учиться Это бесконечный процесс Никогда не наступит момент, что мы поняли, что я научился играть на гитаре Это творчество, это бесконечная линия Вперед, и только самоулучшение, только саморабота А с чего начать? Вот группа собралась, решили они играть свои песни или не свои песни? Лучше начать даже с игры не своих песен Потому что, играя свои песни, мы играем только то, как мы, например, услышали у кого-то Если мы снимаем песни, то мы берем опыт других музыкантов Мы анализируем, учимся делать это Снимаем песни, это... Это учеба, это развитие То есть играть так же, как они играли? Хотя бы попытаться сделать это Только после того, когда, не знаю, вы сыграете песен 50 Вы уже сможете сделать какой-то вывод о том, как это нужно делать И после этого уже можно что-то... Ну, как мне кажется, нужно уже начинать вводить что-то свое Ну и параллельно, естественно, не стоит забывать о каких-то своих мыслях Потому что, снимая чуть-чуть, чью-то песню, мы все равно не сможем сыграть ее точно так же Мы все равно несем что-то свое в нее Поэтому надо развиваться бесконечно Сможем ли мы твои советы сформулировать, как Если группа только начала играть Совет играть чужие песни Учиться на них, так? Учиться на них, да, можно Развиваться и не думать, что вы тут самые крутые Вот так Да, можно так сказать Нет самого крутого Есть хороший музыкант Ну, кроме Игоря Да Смотрим следующий сюжет Смотрим Телезрители часто спрашивают Можно ли в Краснодаре найти жилищный комплекс с социальными объектами Магазинами, благоустроенной территорией Детскими спортивными и игровыми площадками Да еще так, чтобы дома были качественными А квартиры уже с ремонтом Ну что ж, давайте попробуем Для начала находим жилищный комплекс Сразу обращаем внимание Детские и спортивные площадки есть Дворы просторные и ухоженные Это уже хорошо К тому же рядом находятся салоны красоты, магазины и даже гипермаркет Здесь квартиры гораздо дешевле, чем у других застройщиков Плюс квартиры очень большие И даже в однокомнатной квартире Можно с легкостью жить с тройком Ремонт в квартире порадовал Заходи и живи, как говорится На стенах обои, сантехника качественная, а кухня просторная Более того, даже балкон уже застеклен Подходит к завершению строительства детского сада В ближайших планах многоуровневая парковка Главное, что все сдается в срок и даже раньше Кстати, сами дома монолитного типа А это значит, что они долговечны, экологичны И имеют отличную шумоизоляцию Новые квартиры в жилом комплексе «Восток» Выбор, которым вы будете гордиться Перспективный район, доступная цена, надежный застройщик Строй электросевка в монтаж Мы строим ваше счастливое будущее уже сейчас Звоните 992-0545 Антон Кириченко в гостях у нас сегодня Антон, скажи, пожалуйста Почему ваша группа осталась в Краснодаре, а не уехала в Москву? Это очень интересный вопрос Ну, вы ведь популярны, вас любят Ваши альбомы продаются Да, даже в iTunes можно и в Google Play купить, скачать, слушать Что-то даже бесплатное есть на Thank You Row Ну, вы знаете, как бы были такие мысли, конечно же Мы иногда и ездили туда и выступали там Но здесь наш дом, здесь наша родина Мы считаем, что наш регион ничем не хуже, чем многие другие регионы Такие, как, например, тот же самый, там, не знаю, Питер Или, там, хотел сказать, Смоленск Ну, даже и Смоленск Ну, да, не хуже Там Екатеринбург, например, да Не хуже Мы считаем, что нужно развивать наш кубанский, краснодарский рок И без нашего участия этого не получится Есть очень много хороших краснодарских групп Это не реклама, это наши друзья Группа Беспризорники, группа Белкина Акации Группа БГД, группа Ванила Джем Есть еще молодые группы, которые смотрят нам в спину и дышат нам в ухо Чувствуется конкуренция? Вот у нас, в крае, чувствуется конкуренция какая-то? Ты знаешь, конкуренция всегда чувствуется, она должна быть здоровая конкуренция Но не в том плане, что кому-то подгадить А наоборот Сделать лучше, чем Сделать лучше, да И стремиться к тому, кто как там делает Тебе что-то понравилось, ты хочешь что-то такое же Вносишь это в свое творчество Но нужно дружить Потому что великая рок-тусовка 70-х годов Да, они конкурировали Но они все дружили Они там все кумовья, братья, там попереженились друг с другом Общие дети Да, вот эти известные женатые друг на друге рокеры 70-х Рокеры 70-х, хиппории, все такое, да Ты считаешь, что сейчас это было бы тоже полезно и неплохо? Я считаю, что нужно, да, быть здесь Некоторые коллективы пытаются туда мотнуться В Москву, там пытаются куда-то переехать Ну, как-то так получается, что, видимо, здесь лучше кормят, наверное И здесь как-то теплее, здесь роднее Есть родные стены Нужно, естественно, ездить в Москву Надо, чтобы там тебя заметили Чтобы тебя туда звали Ну, мое убеждение в том, что нужно жить здесь И развивать свой регион И ездить туда в гости Это возможно для успешной карьеры? С учетом развития интернета И то, что он теперь в каждом телефоне В каждом доме Совершенно не обязательно жить в Москве Не обязательно там быть где-то Достаточно быть дома И быть мобильным современным человеком Который умеет пользоваться интернетом И знает, что с ним вообще, собственно говоря, где делать Друзья мои, если вы вдруг Если вы вдруг решили создать свою группу И вам мешает только мысль о том Что вам придется переехать в Москву Нет, можете смело оставаться здесь Смотрим следующий сюжет Поехали Натяжные потолки уже давно зарекомендовали себя Как надежное, безопасное и выгодное покрытие Всего несколько часов монтажа И вы получите идеально ровную поверхность Любого цвета Гарантия такого решения 10 лет А стоимость при всех неоспоримых плюсах В половину меньше, чем у обычного побеленного потолка Немного о надежности Даже если вас затопят соседи Натяжной потолок может выдержать до 100 литров воды На 1 квадратный метр После чего ее можно просто слить И потолок станет как новый Многообразие дизайнерских решений натяжных потолков поражает Арки, своды, шатры, волны Абстрактные и многоуровневые варианты Объемные формы Потолок может светиться или даже менять цвет Можно нанести любое изображение И вы получите, например, свое собственное звездное небо Или яркий солнечный день Лесную зелень или цветочный принт Благодаря своему разнообразию и надежности Сегодня натяжные потолки охотно устанавливают Не только в домах Но и в офисах, ресторанах и отелях Это позволяет сэкономить средства Не потеряв качество и эстетики Вы можете выбрать глянцевые и матовые Сатиновые и тканевые Абсолютно для каждого помещения Можно подобрать свой великолепный потолок Более 100 тысяч видов натяжных потолков В компании Кёрк Профессиональные технологии Собственное производство более 15 лет Беспроцентная рассрочка Компания Кёрк Улица Зиповская, 1А Телефон 252-30-88 Беседу мы, дорогие друзья, ведем с Антоном Кириченко Лидером группы Ванила Джем Антон, скажи мне Есть ли у тебя поклонники У вашей группы поклонники Которые по-разному себя ведут Ну вот знаешь, есть поклонники, которые Рады вашему творчеству А есть поклонники, я их тоже называю поклонниками Которые говорят Ну не нравится мне ваша музыка Конечно есть Пишут ли они тебе куда-нибудь Говорят ли они тебе Приходят ли на концерт И говорят ли они потом Так себе, Антон И уходят Бывали ли такие люди? Бывали, конечно И слава богу, что они есть Они тонизируют Держат тебя в ежовых рукавицах Ты не расслабляешься И не начинаешь верить, что ты, черт возьми, гениален Они тебя пускают на землю Но иногда можешь этого и не делать Я сам себя иногда пускаю на землю Когда ложусь в кроватку поспать Скажи, как ты относишься К таким проявлениям Скажем так, любви к творчеству И реагируешь ли ты на это остро? То есть, ну понимаешь, да? Если мы говорим о критике То, конечно, хочется, чтобы после концерта К тебе подошли и сказали Вау, как круто А тут кто-то подходит и говорит Вау, как круто, но мне не понравилось Ты знаешь, если это как-то обосновано То есть, по факту То есть, терция вот там Не должна была быть Берите к варту, ребята Если у нас, конечно, такие грамотные слушатели Я буду только очень рад Что они понимают, что там все интересно И не просто так Но по большому счету, не знаю Я себя никогда не считал суперпоэтом И я не считаю, что мои песни претендуют На какие-то там разборы философских каких-то мыслей Они очень простые И они очень про любовь Про отношения, про всякие там проявления чувств, страсти И я никогда не претендовал на какой-то сверхсмысл И я не понимаю, зачем мне говорят Слабоватый текст Ну, какой есть, друзья Вот я так сумел Если вы можете сделать лучше, сделайте это И можете прислать мне Буду петь ваши слова Мне как бы очень, очень легко Это правда? Правда, да Текст, который тебе нравится Да О любви Так и есть Вы сделаете песню Мы последний раз так и сделали Есть очень перспективные молодые музыканты, поэты Которые на меня провели Ну, произвели впечатление Я к ним без всякого стеснения обратился напрямую Сказал Слушай, хочешь? Я хочу Напиши Да, напиши-ка А я спою, если будет хорошо Написал, спел, поем Отлично Новая песня, кстати, будет в новом альбоме Называется Любовь дарю Антон, есть такой вопрос Вы достаточно часто выступаете Когда ты выходишь на сцену Ты не волнуешься? Волнуюсь Каждый раз? Нет Когда да, когда нет Это Когда-то да, когда-то нет Абсолютно неконтролируемое чувство Иногда волнуешься перед обычным вообще Обычным клубным концертом На котором там Там Сто человек Максимум И ты волнуешься И ты переживаешь А бывает Ты выступаешь там На каком-нибудь там Дне города Где на тебя смотрят там Шесть-семь тысяч человек И ты вообще не переживаешь Выходишь Как будто бы Сейчас я тут порепетирую И уйду Все это Не знаю Как звезды, наверное Там покажут А вот дать совет нашим зрителям Как можно справиться с волнением? Легальными способами Если вы по поводу употребления Каких-то допингов То они не помогают Проверено Они наоборот Еще глубже Тебя загоняют в эту яму В волнительную яму Известную Да Начинают дрожать руки Ноги Ты забываешь слова Путаешь аккорды Ну Надо просто расслабиться Нужно сесть Где-нибудь Где тебя никто не видит Давай так Вот к примеру Менеджер идет сдавать Свой годовой отчет Своему шефу Лично Он волнуется Вот такая бытовая ситуация Которая каждый день буквально случается Да И вот дадим ему совет Профессионального музыканта Как справиться с волнением Нужно сесть где-нибудь Зайти в туалет Включить воду Холодную Помыть руки Помыть руки Сесть на закрытую крышку Можно открытую крышку Не надо Это как Насколько сильно волнуетесь Подышать Глубоко Подготовить вступительные слова А дальше все пойдет Как по маслу Точно И уверен Я так сто раз сделал Прекрасный совет Я считаю, что это один из лучших советов По поводу того, как не волноваться Которые ты дал нам сегодня Спасибо Друзья мои Антон Кириченко и группа Ванилла Джем Ну как и группа Ванилла Джем Вышедший из состава группы Ванилла Джем А тот сейчас подумает, что вся группа Это Антон Кириченко Правильно? Ни в коем случае Поэтому какую песню ты исполнишь? Песня Заглавная песня С нашего предыдущего альбома Не то, что с предыдущего Наверное, с крайнего альбома С тобой С тобой С тобой С тобой Когда я рядом с тобой Я не могу уснуть Когда ты рядом со мной Я говорю тебе про все забудь С тобой Но не без тебя С тобой Говорю любил С тобой Жизнь так короткая С тобой С тобой С тобой Сюжет В жизни каждой девушки случается такое событие Представьте Вы стали невестой И порадовали этой новостью Ваших друзей Что они сделают? Настоящие друзья Сразу же займутся Организацией Вашей свадьбы Они моментально Предложат вам Подходящее свадебное платье Вы точно Останетесь довольны Конечно же С рестораном Друзья тоже разберутся Они в этом мастера Выбрать для вас Нужный из тысячи Для них Не проблема Ваша лучшая подруга Быстренько станет Профессиональным флористом И сразу займется Декорированием Свадебного зала Как раз в это время Один из друзей Подберет Самых ярких артистов А ведущего вообще Искать не станут Один из ваших друзей И так известный ведущий Короче, все они сделают Идеально Вот вам повезло С друзьями, да? Все это может стать Правдой только в том случае Если ваши друзья Профессиональные Свадебные организаторы Может, пора уже Завести таких друзей? Агентство событий Друзья Организация вашей свадьбы Наша работа Доверьте вашу свадьбу Настоящим друзьям Звоните 242-98-22 Друзья Я иногда выступаю В роли конферансье Именно поэтому Прямо сейчас Для вас Антон Кириченко Ванила Джем Любовь дарю Ведь я тебе дарю Всегда любовь свою И ничего не прошу Ведь я тебя люблю А куплет я не помню Все остальное В песне На наших пластинках Вопрос такой Как часто бывает так Что ты не помнишь куплет? У меня всегда Пепитер Ты подсматриваешь Слова своих песен? Эту песню Не я написал Кто? Кто этот человек? Это тот случай Когда я сказал Напиши, а я свою Написали, я пою Это я только припев написал А куплет я не помню Дорогие друзья Ну вот и все Время заканчивать Нашу программу В гостях у нас сегодня Был Антон Кириченко Из группы Ванила Джем И прямо сейчас Он пожелает вам Чего-нибудь на прощание Антон Желаю Любви Здоровья Счастья Удачи Пока Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»